Новый год по китайскому календарю в этом году совпал с двумя интересными событиями. Но для начала вернёмся в 19-й год, когда Хавейл запускал завод под Тулой и две локализованные модели F7 и F7X. Эти машины были и остаются самыми популярными Хавейлами в России. За прошлый год на пару они нашли 23 тысячи покупателей. Плановый рестайлинг семейства даже задержался. Сертификационные снимки в Китае показывали ещё год назад. Но производство свежих кроссоверов началось только теперь, причём именно в России. Ведь сами китайцы, праздновавшие наступление 4719 года имени Чёрного водного тигра, поставить на конвейер обновлённые F-ки пока не успели. А вот российский офис Хавейла рапортует, что готов начать продажи машин уже в феврале. По сути, модернизация вышла скромной. Нетрудно заметить лишь расширенную решётку радиатора да бампер с характерными клыками и новыми противотуманками. В палитре цветов появился красный. Задний бампер получил вертикальные вставки и имитацию диффузера внизу. В салоне прописалась свежая мультимедиа с широкоформатным экраном на 12 с третью дюйма. Плюс пересмотренной комплектации. Увеличен бачок стеклоомывателя, добавлены иные варианты отделки, внедрён полный обогрев лобового стекла и электронная система предотвращения столкновений на перекрёстках. Кроссовер Darga, известный в Китае как Dago, то есть большая собака, наконец-то отправился на экспорт. Мы-то давно ждём его в России, но пока что новинка делает крюк через Саудовскую Аравию и Ирак. Напомним, что в основе Darga лежит новейшая платформа Lemon. И несмотря на приключенческую внешность, это именно кроссовер с несущим кузовом. По габаритам машина очень близка к Хавейлу F7, разве что колёсная база на дюйм длиннее, до клиренс на сантиметр выше. Поднебесный большая собака продаётся с двумя двигателями, передним и полным приводом, но наш Darga будет только полноприводным и двухлитровым, семиступенчатым преселективным роботом. Точно такое же исполнение, к слову, в ближайшие месяцы получат и украинские дилеры. А поставлять кроссоверы будет головной завод в Баудине. И в этой связи интересна цена. В Ираке и Саудовской Аравии Darga оказался на треть дороже Джолиана. Спроецировав это на наши реалии, предположим, что полноприводный Darga может стоить у нас около 2 миллионов 300 тысяч рублей.